Шалом из Израиля! Меня зовут Сергей Конторович, я пастор общины, мессианской общины в Тель-Авиве. Называется община наша Симхат Иешуа. Симхат это означает радость, Иешуа это спасение. Наша община называется радость и спасение. Иешуа, Иешуа, Иешуа это имя нашего спасителя, это однокоренные слова. Я уверовал в 1993 году, я родом из Санкт-Петербурга, покаялся в Центральной Баптистской Церкви на Поклонной Горе, был миссионером, открывал новую церковь, пастором был, руководил отделением миссии «Свет на Востоке», которое издает журнал «Виржин», «Тропинка», «Минора», может быть вы читали что-то. Сегодня мы порассуждаем о отрывке из Евангелия от Матфея, 4 глава, 1-10 стихов, известный отрывок об искушении нашего Спасителя. Матфея, 4 глава, 1-10 стих. «Боже, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедает, и тебе и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногой твоей». Иисус говорит ему, написано так же, не искушай Господа Бога твоего. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему, все это дам тебе, если пав, поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему, отойди от меня, сатана, ибо написано Господу Богу твоему, поклоняйся и ему одному служи. Это очень известный текст. Собственно, эта история, конечно, рассказывает нам о том, что Спаситель наш Иисус Христос, он второй Адам, он, в отличие от Адама первого, выдержал испытания и стал родоначальником нового духовного человечества. Но в то же время и история с первым Адамом, она не просто рассказывает нам о том, что случилось с первым человеком когда-то, давным-давно в Адамском саду, а мы можем из нее учиться, извлекать уроки для нашей сегодняшней духовной жизни. Точно так же история испытания и искушения нашего Спасителя Иисуса Христа, она тоже не просто рассказывает нам о том, как Он победил искушение, но и может нас очень многому научить, и мы сегодня попробуем извлечь эти уроки из этого отрывка. Во-первых, начнем мы с того, что текст наш начинается очень интересными словами. «Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню для искушения от дьявола». То есть, о чем это предложение нам говорит? О том, что не дьявол напал на Иисуса внезапно, Иисус не встретил дьявола в пустыне случайно, Дух Божий повел нашего Спасителя в пустыню именно для того, чтобы Иисус там встретился с искушением. Это нас учит тому, что на самом деле в нашей жизни ничего не происходит по воле дьявола. Очень многие верующие почему-то думают так, живут в таком мире, в такой вселенной, где как бы действуют две силы – Бог и Сатана. Они каким-то образом борются с друг другом, дьявол каким-то образом самостоятельно нападает на верующих людей. На самом деле, Священное Писание по этому поводу ничего не говорит. Бог – Царь Вселенной. Нет другой воли и власти во Вселенной, кроме власти нашего Творца. Все еврейские молитвы, абсолютно все еврейские благословения начинаются словами Баруха Та, Данай, Лаэйну, Мелехалам. Благословен Ты, Господь, Бог, наш Царь Вселенной. Нету другого Царя во Вселенной. Господь Бог никогда не оставлял свой трон, Господь Бог никогда не передавал никому власть, Он правит этим миром. Поэтому, если даже наш Спаситель встретился с дьяволом и с искушением от дьявола, потому что Дух повел его навстречу с этим искушением, точно так же и в нашей жизни. Все, что происходит в нашей жизни, абсолютно все, что происходит в нашей жизни, это происходит по воле Господа Бога. Причем искушение приходит в нашу жизнь не через то, что чуждо для нас. Как Спаситель был искушен тем, что, например, он долго постился и начал испытывать сильный голод, то есть это было близко для него, и другие ситуации, о которых мы будем говорить, они тоже были близки ему, и дьявол не искушал его какими-то вещами, которые были для него чужды. Точно так же и нас искушение постигает в вопросах, которые очень близки и понятны для нас. Нас нельзя искушать ненавистью, я не знаю, к марсианам. Я не верю в марсиан, меня нельзя искушать ненавистью к марсианам. Я могу быть искушаем ненавистью к моему, например, соседу, который, скажем, каждую ночь в 2 часа ночи включает громкую музыку на протяжении долгого времени. То, что близко мне, то, что волнует меня, этим можно меня искушать. В Талмуде есть такая фраза, мудрецы еврейские сформулировали одну мысль следующим образом. «Все во власти небес, кроме страха перед небесами». О чем здесь речь, о чем, что имеется в виду. Совершенно неважно, как мы понимаем устройство в мире. Дело не в плоти, не в дьяволе, не в мире. Все дело в нашем человеческом сердце. Господь Бог управляет всем в этой вселенной, ничто не происходит в этом мире без Его воли. И есть единственное, условно говоря, место во вселенной, где воля может нарушаться, где Его воля не осуществляется абсолютно. Это наши человеческие сердца. Бог захотел дать человеку свободу, и мы можем выбирать, следовать Его воле или пойти своим путем. Именно это и является основой для любого искушения. Я хотел бы, чтобы мы совершили небольшое путешествие с самого начала Священного Писания и посмотрели на первую главу, когда Господь Бог творит первого человека Адама. Господь Бог творит весь этот мир. И вот после каждого этапа творения Господь Бог произносит такой рефрен, как в песне. Вот увидел Бог то, что Он создал, и оно хорошо. И потом, когда Господь заканчивает все творение, Он смотрит на все, что Он создал, и говорит, вот хорошо весьма. И еврейские мудрецы очень давно обратили внимание на одну странность в этом тексте. После одного из этапов творения Господь Бог не говорит, что оно хорошо. После каждого этапа говорит, а после этого не говорит. Господь Бог не говорит, что вот хорошо, после того, как Он создал человека. После каждого этапа говорит, а после того, как создал человека, не говорит. Ну и еврейские комментаторы, они стали думать, а как же так это произошло, почему? Если, может быть, все-таки человек хорош, но тогда почему Господь на момент творения не говорит, что Он хорош? Ну тогда вывод вроде бы тогда, что Он плох, Но тогда нельзя обо всем творении сказать, что оно хорошо весьма, если самая главная часть творения, человек, она не хороша. И какой же может быть выход из этого парадоксального ситуации? Мудрецы наши, еврейские, они говорят, на момент творения человек неплох и нехорош. Мы можем сделать автомобиль, предположим, я инженер, конструктор и механик, и я могу спроектировать что-то, сделать, и насколько сделанный мной автомобиль хорош, будет зависеть только от меня. Насколько я хороший инженер, насколько я хороший механик. Но если я рождаю сына, я могу вкладывать в него всю свою душу, я могу учить его очень правильным вещам, но на самом деле, каким он станет человека, зависит не только от меня. Это будет еще зависеть от его собственного выбора. Поэтому Господь Бог, когда создал человека, Он создал человека для того, чтобы человек сделал выбор. Потому что нам иногда кажется, что первый человек, он лишился как бы праведности. Бог его создал праведным, а первый человек лишился праведности, но это не так. И праведность, и греховность – результат нашего выбора. И именно эту роль в нашей жизни выполняет искушение и дьявол. Когда первый человек столкнулся с искушением у дерева познания, он бы мог выбрать волю Господа Бога, и тогда бы он стал праведником. Но, конечно, выбрав другое, первый человек стал, к сожалению, грешником. Это происходит с каждым из нас. Искушения в нашей жизни играют очень важную роль, потому что от того, какой выбор мы сделаем, зависит, будем ли мы грешниками, согрешим ли мы, или мы пойдем путем праведности. Поэтому история искушения Спасителя, она учит нас тому, что и мы тоже должны делать в нашей жизни определенный выбор. Текст дальше говорит. «Постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взолкал и приступил к нему искуситель». Очень многие верующие уверены, что духовная жизнь и более глубокая посвященность Господу Богу защищает каким-то образом нас от искушений. Бытует такая идея, что если человек больше служит Господу, больше молится, больше читает, изучает Писание, больше размышляет, больше посвящен Господу Богу, тем больше он защищен от искушений. Но на самом деле мы видим, что со Спасителем происходит следующее. Он идет в пустыню, он посвящает себя молитве и посту на 40 дней, и именно когда он находится, казалось бы, в максимальной близости с Господом Богом, он встречает дьявола и искушения. Это повторится снова. Целью служения нашего Спасителя Иисуса Христа, всей целью Его прихода в этот мир является искупление всех нас, всего рода человеческого, от греха на кресте. И именно когда он будет на пороге креста, то есть, собственно, того, ради чего он пришел, самого главного пункта своего земного служения, он столкнется снова с еще более серьезным искушением. Поэтому мы должны, конечно, знать, и это правда, и мы видим это в Священном Писании, и наверняка все, кто служит Господу Богу, тоже это уже давно поняли, чем глубже наше посвящение, чем серьезнее мы посвящены Господу Богу, чем более серьезный мы делаем духовный выбор в нашей жизни, тем более серьезное будет искушение. И не искушаются совершенно только неверующие люди. Я не помню, кто из неверующих знаменитостей сказал эту фразу «я этим не искушаюсь, я этим наслаждаюсь». Только знающий волю Господу Бога верующий человек сталкивается с ситуацией, когда его дурное начало, дьявол, искушает поступить не так, как хочет этого Господь Бог. Далее текст говорит, напоследок взолкал и приступил к нему искуситель, и сказал, если ты сын Божий, скажи, чтобы камни эти сделались хлебами. Он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Я уверен, что большинство из вас молится, а может быть все, вы молитесь перед едой примерно такой молитвой «Боже, благослови эту пищу». Но на самом деле евреи не знают такой молитвы, никогда не знали такой молитвы, ни Спаситель наш Иисус Христос никогда такой молитвой не молился, ни его ученики, апостолы, ни вся еврейская ранняя община никогда не молились такой молитвой. Евреи молятся перед едой следующим образом, примерно, ну, с небольшими разночтениями от того, что кушаем. То есть мы не благословляем хлеб или пищу, мы благословляем Господа Бога, благословенного, дающего нам хлеб. Когда Спаситель отвечает Сатане, он цитирует слова из старозакония, из 8 главы, из 3 стиха. «Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манной, которой не знал ты и не знали отцы твои, чтобы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа живет человек». Некоторые комментаторы к этому отрывку пишут, что Иисус в пустыне, когда испытал искушение голодом, ответил так Сатане, потому что верил, что Господь Бог может послать ему с неба манну, как народу Израиля в пустыне. На самом деле это неверное понимание, манна никогда не выпадала в земле Израиля с тех пор, как народ Израиля вошел в землю обетованную, она не должна была выпасть там, когда Иисус молился. На самом деле речь идет о другом. Когда мы молимся, когда мы евреи молимся о том, что благословенный Господь Бог, дающий нам хлеб из земли, то мы имеем в виду, что на самом деле все в этом мире создано Господом Богом. В этом мире ничего не существует того, что не создано Господом Богом. Господь Бог единственный во вселенной, имеет жизнь в себе. Все остальное получило жизнь и стало существовать только потому, что Господь Бог создал это чем? Словом своим. То есть на самом деле в этот мир всему живому жизнь от Господа Бога несет Его Слово. И Господь Бог в пустыне испытывал народ Израиля голодом, чтобы народ Израиля понял, что жив он не хлебом. Потому что в хлебе есть жизненная сила, лишь потому, что Господь Бог вложил в хлеб эту жизненную силу своим Словом. Поэтому если мы думаем, что жизнь нам, наше тело и наша душа получают от хлеба, мы ошибаемся. Хлеб как бы посредник, который несет божественную жизнь от божественного Слова, которое приходит от Творца. Поэтому на самом деле хлеб это иллюзия в некотором смысле. Мы живы не хлебом, все мы живы божественным Словом. Поэтому когда мы сильно зацикливаемся на том, что мы будем есть, мы упускаем из виду, что живы мы не материальным хлебом, а божественным Словом, которым создан мир. Бог томил Израиль в пустыне голодом, чтобы Израиль научился доверять Всевышнему. И осознал, что не в материальном, не в материальном хлебе источник жизни. Недостаток доверия Богу, недостаток интереса к духовной жизни. Вот настоящая проблема. В Эдемском саду первые люди согрешили не потому, что у них не было еды. Да, они съели запретный плод не потому, что голодали, правда? Было много чего покушать, но они съели запретный плод, потому что у них не было интереса Господу Богу и духовной жизни. Есть такая хасидская притча очень известная. У одного раввина были ученики, они стали изучать первые главы книги Бытия, дошли до того момента, когда Господь Бог наказывает участников этих событий. И ученики говорят, учитель, вот мы читаем, нам кажется, что Господь Бог наказал, проклял человека, проклял человека больше, чем змея. Учитель говорит, почему так решили? Они говорят, ну вот смотри, учитель, Господь Бог говорит человеку, что земля будет производить тернии волшцы, и ему надо в поте лица добывать хлеб, пока не вернется в землю. То есть на самом деле жизнь человека висит на волоске. Можно испытывать голод, трудности, и даже умереть от этих трудностей, от голода. Но змею Господь Бог говорит, что он будет питаться прахом земли. А земля есть везде, то есть потребности, насущные потребности змея полностью восполнены, ему не нужно голодать и испытывать страх перед будущим, он не умрет от этого. Учитель говорит, дети мои, вы ничего не понимаете. Когда Господь Бог говорит Адаму, что он будет в поте лица добывать себе хлеб, он не проклял человека. Потому что именно когда в нашей жизни возникают трудности, человек может начать, может, конечно, не начать, но может начать искать источник хлеба, источник жизни и обратиться к Творцу. Но змей, материальные потребности которого полностью покрыты, вот он проклят, потому что небеса для него закрыты, потому что он и не будет искать источник благ. Поэтому на самом деле материальные проблемы в нашей жизни, они предназначены не для того, чтобы мы искали решение материальных проблем, не для того, чтобы столкнувшись с голодом, мы начинали молиться, Боже, сделай камни хлебами, чтобы мы могли покушать. Мы реализуем нашу веру не через это. Чудотворение – не признак духовности. Отвеченные молитвы – не признак духовности. Все проблемы должны толкать меня и вас для того, чтобы мы искали Господа Бога и Его Слово, потому что в Нем источник жизни. Нет работы – мы молимся о работе. Нет еды или денег – мы молимся о деньгах. Нет здоровья – мы молимся о здоровье. То есть делаем камни хлебами. А Бог послал нам эти трудности, чтобы мы искали Его, Его Духа, Его Слово. Именно в момент материальных трудностей и искушений вскрывает, в чем мы видим на самом деле источник своего благополучия. Дальше текст говорит, потом берет его дьявол в святой город, поставляет его на крыле храма и говорит ему, «Если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе и на руках понесут тебя, да не приткнешься, а камень ногою твоею». Иисус сказал ему, написано так же, «Не искушай Господа Бога твоего». «И если ты сын Божий, то бросься вниз, потому что обещано, что ангелы понесут тебя». Искушения сомнения посещают любого человека. Абсолютно все люди испытывают сомнения. Верующих не принято признаваться, иногда даже самим себе в сомнениях, и уж тем более не принято делиться друг с другом сомнения, потому что если вроде сомневаешься, значит неверующий. На самом деле многие герои Священного Писания сомневались и открыто об этом говорили. Сомневался Авраам. Авраам в ответ на слова Господа Бога даже рассмеялся. Сомневался Асаав, написавший замечательный псалом, в котором он рассказывал, как он усомнился, что есть вообще смысл служить Господу Богу, потому что он посмотрел вокруг и увидел, что нечестивые живут часто лучше, чем благочестивые. Иов усомнился в том, что Господь Бог справедлив. Так что сомнение – неотъемлемая часть веры, потому что мы не ходим видением, мы не можем потрогать предметы нашей веры. И вот это толкает нас к тому, чтобы получить какое-то видимое подтверждение, то есть потрогать таки нашу веру. Что цитирует сатана, когда искушает Спасителя? Это удивительно на самом деле. Сатана цитирует 90-й псалом, друзья. Самый любимый псалом всеми верующими всех времен и народов. Искуситель цитирует. В этом псалме содержатся удивительные слова о том, как Господь благословляет и защищает своих избранников, поэтому в этом псалме есть великое искушение для верующих. Потому что это сторона Господа Бога. Это Он заботится о своих избранниках, это Он защищает своих избранников. Это не дело избранников просить подтверждения нашего избрания через исполнение этих обещаний. Бог никогда не творит чудеса на заказ. Он не фокусник. На самом деле есть еще одна очень важная проблема. Я расскажу еще одну хасидскую притчу с вашего позволения. В одной дальней стране жил богатый человек. У него, естественно, было много денег, много свободного времени. Он был очень любознательный. Он всем интересовался, что происходит в мире. Однажды он узнал, что в Израиле есть один праведник, у которого какая-то удивительная жизнь. И этот богатый человек, поскольку у него были и деньги, и свободное время, он отправился в путешествие, приехал в Израиль, нашел этого праведника и стал, поселился рядом с ним, и стал наблюдать за его жизнью, чтобы увидеть что-то чудесное. И вот он жил и смотрел день, два, неделю, две недели, месяц. В общем, он не выдержал, подошел к ученикам этого праведника и говорит, «Скажите, пожалуйста, а какие чудеса творит ваш учитель?» На что ученики говорят ему, уважаемый, но ведь это зависит от того, что считать чудом. Мы так понимаем из вашего вопроса, что в вашей стране чудом считается, когда Господь Бог делает то, что говорит человек. Но видите ли, в нашей стране чудом считается, когда человек делает то, что говорит ему Бог. Мы искушаем Господа Бога, когда пытаемся говорить ему, что делать. Смотрите, если я испытываю какие-то проблемы с верой, искушения, какие-то сомнения, и прошу у Бога подтверждений через чудо, то на самом деле происходят две странные вещи. Во-первых, если Бог мне не ответит, и я, скажем, потеряю веру, то виноват получается в этом кто? Бог. Он же мне не дал подтверждения в трудный момент. Но если Он даст мне подтверждение, то получится еще более странная вещь. Выйдет, что не я выполняю волю Творца, а Он выполняет мою волю. Смотрите, Господа Бога дело спасать, мое дело верить. Авраам, например, преодолел свое искушение сомнением тем, что просто терпел, просто набрался терпения и ждал. А Сав получил ответ на свой вопрос, потому что он продолжал посещать служение. И там, в храме, во время служения, вдруг ему открылась будущность нечестивых и праведников. Йов не просил, чтобы Бог его даже исцелил. Он хотел личной встречи с Господом Богом. И, надо сказать, получил ее. Правда, ответы были не те, которые он ожидал. Но никто из этих героев веры не просил у Господа Бога чудесных подтверждений. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их и говорит ему, все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему, отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. Речь идет о том, каким образом мы получаем обещанное. Я, когда размышлял над этим отрывком, вспомнил историю Давида. Господь Бог уже объявил, что Саул больше не царь, что он его убирает с царства. И уже помазал через пророка Самуила Давида в царя. Но почему-то Давид не сел сразу на троне, а вынужден был убегать от Саула, который пытался его убить, прятаться в пещерах, убегать в другие страны. То есть трудности были, голодали они. И вот дважды в жизни Давида происходит ситуация. Саул попадает в руки Давида, совершенно беспомощный. И друзья говорят Давиду, Давид, это же Господь Бог отдает тебе обидчика. Он же уже не царь, уже Бог сказал, не царь. А ты уже царь, уже Бог сказал, что ты царь. Давай. И на трон. И все беды, все бедствия, этот голод, лишения, пещеры, все будет позади. И дважды Давид говорит нет. Потому что, во-первых, помазал Саула на царя кто? Бог. Ну, значит, и убрать его должен кто? Бог. А мне обещал царство кто? Бог. Значит, я хочу получить царство из руки Господа Бога. Замечу, что это решение для Давида стоило... Ну, не было такого, что когда он так сказал, разверзлись небеса, и Саул сразу умер от неизвестной болезни, а Давида на руках ликующий народ внес в Иерусалим и посадил на трон, и он царствовал там долго и счастливо. После этого решения что было? Дальше скитание, снова эти пещеры, и голод, и трудности. То есть, ничего не кончилось. Для того, чтобы получить из руки Господа Бога царство, Давиду пришлось еще пострадать и немало. И со спасителем нашим, та же самая история, спасителю нашему Иисусу Христу, Господь Бог обещал царство над этим миром, над всеми царствами. Ничего не предлагает ему сатана, чего Господь Бог не обещал. И Иисус выходит на свой путь своего служения. Что его ждет в этом пути? Скитание, непонимание даже близких учеников, отвержение, в конце арест, пытки, смерть. А можно получить сейчас прям то, что Господь Бог обещал. Ответ «нет» означает, что надо пройти весь этот путь со всеми лишениями, трудностями, страданиями, чтобы в конце из руки Господа Бога получить обещанное. В нашей жизни тоже происходят похожие вещи. То у нас происходят какие-то трудности, проблемы, и вдруг обстоятельства складываются таким образом, что кажется, протяни руку и возьми, и друзья, или там жена, или кто-то еще говорят, ну, это же Господь Бог на твои молитвы отвечает. И мы обычно не обращаем внимания на какие-нибудь нюансы, которые могут показать нам, что Бог таким образом не дает это. Потому что нам кажется, что если мы сейчас возьмем, то это все, конец нашим трудностям, сразу станет хорошо. Потому что если мы скажем «нет» и не возьмем, а скажем, что хотим получить от Господа Бога, то не случится чудо, не раскроются небеса, и не появится ангел, не даст нам то, что мы ожидали, а кажется, что нам нужно что? Как Давиду и как Спасителю пройти весь предначертанный Богом путь. «Отойди от меня, Сатана, ибо написано Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Так вот, самый важный вопрос во всей этой истории, то, чем заканчивается этот отрывок, это кому мы служим. Знаете, иногда кажется, что выбор у нас какой? Служим мы Господу Богу, или как бы служим, типа, кому? Дьяволу, да? Но помните, мы говорили в самом начале, кто не служит дьяволу? Когда Иисус говорит похожие слова Петру, Он говорит следующее, «Обратившись же, сказал Петру, отойди от меня, Сатана, ты мне соблазн, потому что ты думаешь не о том, что Божье, а о том, что...» Что, дьявольское? Человеческое, друзья, это то, с чего мы начинали. Искушаемся мы всегда тем, что нам близко. То, чего является источником наших переживаний, страхов или надежд, это источник наших искушений. Поэтому нам всегда нужно думать, кому я служу. Нам всегда очень легко сделать Бога служителем нас, и очень трудно сделать себя служителем Бога. На это уходит целая жизнь. Давайте подведем какие-то итоги. Во-первых, давайте будем всегда знать, что в этом мире, во всей Вселенной нет другого царя, кроме Господа Бога. Ничего в нашей жизни, даже странного и неприятного, не происходит без Его воли. Если что-то происходит в нашей жизни, потому что Господь Бог повелел тому быть. Давайте не будем думать, что более серьезное посвящение приносит в нашу жизнь какие-то бонусы и облегчения. Большее посвящение вызывает на пути большее искушение. Если в нашей жизни возникли какие-то материальные трудности, мы не должны бежать сразу, молиться и поститься, чтобы делать эти камни хлебами. Это значит, что Господь Бог по своей воле создал это в нашей жизни, чтобы мы на самом деле искали Его Слово, Его Духа, чтобы мы искали Царство Его. Если нас посетили сомнения какие-то, то мы не можем искушать Господа Бога, требуя от Него видимых знамений и чудес. И мы не должны брать обещанное Господом Богом сами. Нам надо ждать обещанного Господом Богом из Его руки. Аминь. Помолимся. Продолжение следует...